Наверное, не совсем нужен. Но прежде всего хочу всех участников конференции поздравить с этим, я бы сказала, глобальным мероприятием. И пожелать всем хорошего настроя, добрых мыслей и, конечно, получить удовлетворение от той информации, которую мы здесь с вами услышим. И хочу сказать, что мы с вами живем не в простое время, уникальное время. Но надо сказать, это время, можно так сравнить, это то узкое горло, которое должна пройти наша цивилизация, чтобы выйти на новый уровень. Потому что сейчас идет время перехода всей Вселенной, Галактики, в том числе нашей планеты, на несколько другой уровень вибраций. То есть на переход на высокочастотные вибрации. А мы с вами, как частицы планеты, как частицы Вселенной, тоже самое переходим. То есть не только на планете идут конструктивные какие-то изменения, но и в нашем организме идут сейчас такие же конструктивные изменения. И мы, хотим мы или нет, но мы не можем отойти от этих процессов. Вот. И вот это уникальное время, оно нам дает, с одной стороны, возможность, значит, изменить свое физическое состояние. А с другой стороны, это способствует тому, что сейчас, если вы обратили внимание, сейчас гораздо больше людей, у которых серьезные проблемы со здоровьем. Ну и не только, конечно, со здоровьем. Так вот, значит, я веду, ну, так скажем, школу или курсы, как хотите назвать. Значит, это по изучению основ биоэнергокоррекции. То есть мы изучаем, значит, как устроен человек в энергетическом плане, потому что то физическое тело, над которым многие бьются и, в общем-то, пытаются решить проблемы, оно занимает 3% организма от общего организма. А вот 97% — это энергетические структуры, это энергетические тела. У нас 12 тел, ни много ни мало, согласно йоговской философии. И все начинается именно на тонких планах. И поэтому, когда, допустим, приходят люди со своими проблемами, то начинаешь им объяснять, значит, в чем заключается их проблема. И что начинается она не на физическом теле, не с физического здоровья начинается проблема, а начинается она именно на уровне эмоций, на уровне, допустим, информации, которую излучает человек. То есть по закону подобия, да, существуют же законы Вселенной, законы физики. Так вот, по закону подобия, значит, мы притягиваем из пространства подобное. То есть то, что излучаем, то и притягиваем, то и получаем. Ну и, конечно, вот про анекдот. Есть очень хороший анекдот, который, в общем-то, помогает, может быть, людям некоторым изменить отношение к жизни, к проблемам, потому что ведь люди зациклены на проблемах. Есть такой, приезжает зять к тёще в деревню. Это, знаете, старый, вот с бородой анекдот. Вот, тёща обрадовалась, ой, зятюшка, батюшка, как хорошо, что ты приехал. Миленький, смотри-ка, вон тын-то совсем уже развалился. Козы ходят там, значит, капусту уже всю поели там, по огороду всю истоптали. Иди, почини тын-то, чтобы не заходила скотина-то в огород. Он сидит на неё, смотрит, смотрит, говорит, А это моё, мне это надо. Короче, не сделал. Скот, значит, с пастбища возвращается. Она корову встретила, говорит, батюшка, зятюшка, миленький, посмотри, осень на дворе уже, значит, вот холод, дождь. Там сарай-то стена начинает отваливаться. Возьми, подопри там доской или, значит, палкой, подопри стену, чтобы не вывалилась. А то скотине-то холодно уже. Он на неё смотрел, смотрел, говорит, а это моё, мне это надо. И опять мне дальше. Вот, дождь пошёл. Она ставит, значит, тазики, вёдра через крышу протекает. Зятюшка, миленький, там кусок Толи есть. Пойди, покрой вот там, где дырочка, чтобы дождь-то внутрь не шёл. Он говорит, а мне это надо, это моё. Утром тёща соскакивает, бегом берёт документы, в сельсовет, всё переписал на него, прибегает домой. Зятюшка, миленький, родненький, вот теперь это всё твоё, покрой крышу, иди куском Толи, а то ведь дождь-то уже весь пол залил и уже это. Он лежит на кровати, смотрит на неё, говорит, а это твоё, тебе это надо. Я к чему это сказала? Сейчас люди живут в таком напряжённом темпе, да, и, в общем-то, много проблем. И решение проблем денежных, решение проблем с работой, решение проблем со здоровьем, с детьми. И они настолько, вот извините, зациклены, настолько зашорены, что им некогда думать о себе, что некогда разобраться, почему у них эти проблемы. А ведь эти проблемы приходят не просто так и не случайно. То есть я на занятиях очень серьёзно поднимаю вопрос о том, чтобы искать причины. Причины нарушения здоровья, причины, допустим, перекрытия продолжения рода, причины перекрытия денег, почему человек крутится, вертится, а денег нет. Он может работать на трёх работах, но у него всё уходит из-под рук. То есть, как в народе говорят, просто так и чири не сядет. Так вот, всему есть причина. Ну и, конечно, проблемам со здоровьем. Ну, я вот принесла вот такой вот листочек. Называется нарушение энергоструктур. Это мы разбираем на занятиях. Нарушение энергоструктур. Какие бывают нарушения? И что они вызывают? То есть когда-то, когда я очень серьёзно занялась этим вопросом, мне было показано, как нарушения и как негативные энергии, которые мы сами излучаем или приобретаем, работают в нашем организме. Что происходит, допустим, с лёгкими, что с сосудами, что происходит с позвоночником, откуда берётся сколиоз. Ведь если откровенно говорить, посмотрите, ну вот пришёл Саша Орлов, значит, пришёл-то он, собственно, не учиться, а с проблемой. У ребёнка 6 лет, у него сильнейший сколиоз. Значит, массаж делают, в бассейн водят, зарядкой занимаются. Вот, например, все меры предпринимают, а сколиоз не уходит. Я беру этого Сашу, разворачиваю перед аудиторией, и все заулыбались спиной к людям. У него одно плечо вот сантиметров на 12, на 13 выше другого. То есть у него у самого сколиоз, а дети до полового созревания живут в полях родителей. И что происходит? Они снимают информацию, всю информацию, которая у нас на родителях. То есть они к половому созреванию наращивают своё биополе, а пока живут за счёт вот тех энергий и за счёт той информации, которая находится в полях родителей. И что происходит? Значит, вот у Саши как раз конкретно блоки. Так, можно здесь нарисовать. Что такое блоки? Так, видно будет? Ну, я художник от слова худо, поэтому вы не обращайте внимания. Вот человек, да? И начинается обида. А у этого Саши, когда мы вышли на причину, у него обида с 4 лет. Причём очень мощная, очень сильная. То есть мать умерла, когда ему было 4 года. Отец сначала внимания уделял ребёнку, а потом встретил женщину, ему не до него было. И ребёнок же очень тонко чувствует, что у него нет внимания, да? И начинает хулиганить. Он его в садик приведёт, он в садике хулиганит. Значит, когда, ну, начинаем смотреть, мне идёт два слова, детский садик. Я говорю, ты был в детском садике? О, говорит, как я её боялся и ненавидел. Я говорю, кого? Воспитательницу. Значит, как он начинает хулиганить, она его берёт вот так за уши, поднимает. И пока он не заорётся от боли, она его держит. Вот такой метод воспитания. Ну, у нас люди-то разные. Так вот, у него вот эта обида, она примерно вот так вот, примерно вот так вот перекрыла негативными энергиями. А это холодные, грязные энергии. Но это блоки, блоки ещё ничего страшного, их можно легко убрать. Так вот, эти блоки что сделали? И у него с одной стороны небольшой блок, а с другой стороны вот такой мощный. Вот позвоночник. Значит, как только появляется такая энергия на позвоночнике, первыми страдают глубокие, короткие мышцы. То есть мышцы, которые соединяют позвонки. Вот мышцы, которые соединяют позвонки, они страдают первыми. Хотя страдает и все мышцы страдают. Но с этой стороны энергия сильнее негативная. И вот получается, что вот эти мышцы стягиваются, мышцы спины сжимаются, происходит спазм. А у нас всё базируется на законах физики. Всё в организме абсолютно на законах физики. То есть холодные негативные энергии приводят к тому, что мышечные ткани начинают охлаждаться. При охлаждении, ну вы все физику учили, при охлаждении ткани сжимаются, при нагревании расширяются. Есть такое, да? Так вот эти мышцы приходят в состояние спазма. И вот этот спазм приводит к тому, вольно или невольно позвоночник начинает искривляться. Самое интересное, что это всё можно убрать. То есть, когда выйдешь на причину, почему, когда человек начинает осмысливать, осознавать причину, это всё начинает корректироваться. То есть, это интереснейший такой процесс саморегуляции на тонком плане. И вот к концу занятий у Саши плечики выровнялись. Ну вот Анатолий Фёдорович сидит, он знает, что там происходит у нас на занятиях. Он спрашивает, что теперь делать с ребёнком? Я говорю, ну ты теперь своё убрал, а ребёнку, ну надо сколько? Ой, ну тебя-то у меня учился, кто-то мало, но есть, да? Ну, допустим, 20 минут, чтобы убрать блоки с ребёнка. Но дело в том, что это не значит, через 20 минут выправиться спина. Потом нужен прогрев. Но прогрев не физический, прогрев энергетический. И лучше всего, конечно, молитвенным потоком. И всё. И сколько детей, значит, расстались со сколиозом. А ведь самое интересное, кто создаёт такие вот вещи. И ещё, что очень важно. Если у человека вот такие негативные энергии, а негативные энергии это и разные виды порчи, и разные сбросы больной негативной энергии по роду. Сейчас я на этом остановлюсь. И, ну, другие негативные энергии. Так вот, в это время нельзя делать массаж. Он закрепляет блок. А наши массажисты, я не хочу говорить плохо о них, но они на самом деле пытаются вот эти мышцы размять, не убирая истинную причину вот этих вот спазмов мышечных тканей. То есть это очень важный момент. Ну, ещё некоторые делают блокаду. Знаете об этом, да, новокаеновую блокаду? Она мало того, что закрепляет вот эти энергии, она ещё очень отрицательно воздействует на почки. И, в общем-то, появляется проблема ещё другая. Так вот, привели Машеньку. Значит, папа с мамой учились у меня. Привели Машеньку. Машеньке 6 лет. Машеньку надо готовить в школу. Значит, сейчас я вам нарисую. Вы меня простите, я так рисую, да? Вот у Машеньки вот такая спина. Вот такая спина. Нет ни горба, ничего. Вот спина. И плечики у неё все вот сюда. Вот сюда вот. Доставляете? Вот такие плечики. Всё это вот сюда зажато. И вот эта вот Машенька, значит, мама стоит и говорит, Машенька, Машенька, ну расправь плечики. Ну расправь, она и силой начинает их. Та стоит, говорит, мне же больно. У этой Машеньки вот такой вот блок. Вот такой вот блок бабушки. Причём родной бабушки, которая её очень сильно любит. Так, ну вот Машенька, да? Так вот у неё блок 6 метров вперёд, который сковал ей плечи и который вот так её согнул. Дело в том, что энергия – это очень страшная сила. Вы даже не предполагаете, может быть, но не все, но некоторые. Какая это сила? И вот, но дело в том, что бабушка, она, естественно, не думает об этом. Она же говорит, она такая добрая. Я всегда говорю, если человек говорит, что он добрый, можно мимо с палкой пройти, когда спит зубами к стенке. Никогда не верьте, если человек говорит, что он добрый. На самом деле, вот она ходит и на всех обижается. У неё уже её самую обида перекрыла. И ребёнка перекрыла настолько, что ребёнок вот так весь согнулся. Ну, в принципе-то потихоньку исправлять это можно. Вот, расскажу случай. Приходит мужчина. Значит, ну он, я с кем только общаюсь, с теми, кто учился. Со стороны практически, это редчайший случай. Приходит, приводит свою дочь. Значит, дочь на большом сроке беременности, ребёнок умер. Начинаем смотреть. Значит, ну, причина же должна быть. Но, опять же, причина не физическая, и я смотрю. Я смотрю энергетические причины. Ведь дело в том, что наши учёные, и в том числе медицина, чисто такая научная медицина, они задают вопрос, как? Как убрать? Как помочь? А я задаю вопрос, почему? И вот, когда задаёшь вопрос, почему, и выходишь на причину, вот, значит, тогда начинаешь работать. Причём не ты работаешь. Ты не стоишь и вот так вот не машешь. Как некоторые, да? Показывают по телевизору иногда. Так вот, человек сидит и начинает думать. начинает думать, начинает искренне осознавать своё неправильное поведение, свои поступки, и начинаются изменения в его поле. И вот тогда начинает сгорать причина. То есть причина находится и в физическом теле, но причина находится ещё и в тонких структурах нашего тела. У нас есть такое тело, каузальное тело, тело причин, но она находится, основная причина, она находится в тонких планах планеты. Вот, и вот в этом пространстве, ну, есть некоторые целители, говорят, я выхожу в астрал и убираю там причины. Ну, может быть, кто-то и выходит в астрал, потому что причина находится не в астральном плане планеты. Причина находится в каузальном плане планеты. Ну, сейчас вот отвлекусь и немножко скажу. Вот планета. Вот планета, вот человек на ней. Вот сегодня я обиделась. Вот сидит Анатолий Фёдорович, обидел меня, наговорил мне, значит, бочку арестантов, да? Я на него обиделась. Я что начинаю излучать? Я начинаю излучать грязную, холодную энергию. Ладно, на завтра. Я, значит, смотрю, у Валентины Михайловны уже пять мерседесов, а у меня ни одного. Ничего себе. Супер. Шесть. Ну, хоть бы один подарила. Ну, хоть бы один подарила. Вот надо же, нахапала этих мерседесов, да? А тут вот живешь и ни одного. Ну, у вас все впереди. Сумлеваюсь я, Андро. Что уже впереди. Ну, то есть, существует понятие зависти? Существует. Зависть – это еще, которая особенно бьет по кочкам. Ладно, вот. Но дело в том, что я могу думать об Анатолию Федоровичу, вернее, обижаться на него, не думая о нем. Вот скажите мне. Нет, конечно. Я думаю, да. То есть, я мало того, что излучила эту энергию. Это холодная энергия, которая в первую очередь приводит в состояние спазма бронхи, альвеолы, капиллярную систему легких. Но и появляется высокое давление в области малого круга кровообращения. То есть, вот, всего нам всего обида. Почему народ говорит, обида душит? Она на самом деле приводит к тому, что можно, в общем-то, заработать бронхиальную астму чисто обидой. Вот. Дальше, значит, так как я о нем думаю, я накладываю на эту энергию информацию, и я создаю в своем поле энергоинформационную матрицу. Но дело в том, что планета, все устроено по одному принципу. Как устроен человек, так устроена планета. У планеты есть эфирный план. Слышали такое, да? Не засоряй эфир. Есть, да? Дальше. Астральный план. Астральный план. Это мир эмоций людей. Все наши эмоции, мир эмоций. Все наши эмоции вот здесь вот. В том числе и негативные. Я занята. Дальше. Ментальный план. Это информационный уровень. Но все имеют еще подпланы. Информационный план. Вот здесь вся информация хранится, да? Дальше идет каузальный план. Это мир причин. Вот все наши причины вот здесь вот находятся, да? Вот. И наши тонкие тела, они работают на частотах соответствующих планах планеты. То есть, допустим, мое эфирное тело работает, должно работать на частотах эфирного плана. Но если мы неправильно живем, мы можем сбиться с этих частот. То есть, мое астральное тело на частотах астрального плана. И происходит постоянный энергоинформационный обмен. И, значит, в связи с этим у меня появляется вот здесь вот матрица. Точно такая же энергоинформационная матрица. Здесь появляется матрица. Здесь появляется матрица, да? И в мире причин. То есть, я создаю вот любой проблемы, любой ситуации, есть причина, которая находится в тонких планах планеты. И если я начинаю человека лечить, вот, допустим, у него проблемы с легкими, я начинаю его лечить. Но причину я не нашла, причину я не убрала. Причина активизируется и может бить. Но бить может, если взрослый человек по его детям. И довольно сильно. Почему в Библии сказано, дети отвечают за грехи родителей и прародителей, да? До седьмого колена. Вот поэтому, значит, так вот, что происходит? Я сегодня, тут, значит, начальник меня самый вызвал, на ковре отчитал. Я ему, да чтобы ему там пусто было, да чтобы он где-нибудь споткнулся, да? Опять создаю вот эти вот негативные матрицы. Ну, наступает момент, как сверху говорят, окончена программа земного пребывания. Должен вернуться назад, да? Причем, значит, не важно сколько тебе лет. Тебе 5 лет, 27 лет, значит, 40 лет, 95 лет. Окончена программа земного пребывания и ты должен уйти. И здесь уже ни один врач, поймите, вот, не способен удержать человека, так как он выполнил свою программу и ушел, да? Вот. Так вот, человек должен, чем мы желаем, когда умирает человек? Царство Небесное, да? Так вот, Царство Небесное находится дальше в адхетический уровень, нирваны и так далее. Вот тут находится Царство Небесное, то есть самые чистые энергии. Но человек, уходя, начинает проходить через свои излучения. То есть обязательно любой из нас, когда уходит в мир иной, в тонкие структуры, он проходит через то, что он излучал в процессе жизни. И если у меня вот было столько, а еще, ведь у меня еще и на ногах могли быть, так вот он вот здесь может остановиться. Почему сверху говорят, что многие души в муках там блуждают, в астральном плане в муках, значит, блуждают. И что нужна помощь им, то есть они посылают с миров прекрасных, огненных им свои энергии, и мы должны за них молиться. То есть только молитва поможет им, значит, ну, то есть за них, а что значит молитва? Это же не только вот текст молитвы, это еще и покаяние за этого человека в первую очередь. И вот, а он живой. Ведь человек-то не умирает, он продолжает жить, он сбрасывает физическую оболочку и продолжает жить. И чтобы ему продолжать жить, а ему нужна энергия, а он застрял в своих излучениях, он начинает выбрасывать сюда жгуты к живым людям и отсасывать энергию. Сколько людей страдает? Вот сегодня про гипертонию разговор шел. Знаете, сколько людей? У меня вот училась Аня Байбара. 17 лет учитель физкультуры тянул у ней из головы энергию. И у ней были такие состояния, что она вот упадет.